привет народ едем санькой на подводную охоту кстати атомная станция давайте покажу вот так вот далеке не видно конечно сейчас может проедем забор вот наша южноубай так сказать держи в общем едем на подводную охоту подводная охота скажем так преследует сразу четыре цели первая цель это отдых во первых да хочу отдохнуть это огромный релакс это шикарное удовольствие вторая цель это проверить камеру ну я покупал с джей или джейс в общем с джей по моему четыре тысячи вот она там под видео ребята пишут что это не все это поделка ребят я покупал сж4000 скажем так да дальше мы разберемся натурально это камера либо поделка вот это есть скажем так задание номер два сегодняшнего дня задание номер три будет ласты ну в уголке будет видео давайте первое про сначала про камеру да кто будет это видео смотреть отдельно кто не постоянно смотрит за каналом в уголке будет видео вот сейчас камеру вот на которую снимаю я сейчас первый раз кстати на нее снимаю потом вот сейчас появится ссылочка на ласты то есть карбоновые ласты я себе заказал они немножко расскажем так туговаты то есть жесткие поэтому я попросился в магазине где их заказывал попросился мне любезно согласились обменять их и вот сейчас я в гараже скажем так прикрутил уже калоши новой лопасти взял жесткость 1,6 килограмма себе то есть это уже мягкие ласты ну для меня мягкие должны быть по идее это медью то есть это средний ласт и лопасти ну вот как-то так то есть ну и четвертое это естественно подводная охота ну и я люблю вообще это делает об это это такой кайф вот под водой то есть это отключаешься всего скажем так внешнего мира да и ты ни о чем не думаешь то есть ты не думаешь что там завтра на работу надо там то-то-то дитыны кормлене в общем-то квартиру не плачено да то есть как сегодняшний мере люди не живут выживают вот там вот это антидепрессант потому что вот эти вот всякие ну я телевизор вообще последнее время не смотрю потому как новости нельзя смотреть с ума можно сойти да то вот номер четыре да это подводная охота но естественно поделиться этим хочу с вами то есть проверим камеру проверим ласты я лично отдохну ну и четвертое отдохнете вы наверное так думаю потому как ну думаю может быть сегодня что-то пострелим но если не пострелим то ничего страшного абсолютно нет я на рыбалку на охоту езжу не за рыбой как дядя коля поет да я ныряю не за рыбой я ныряю для души вот точно так же поступаю и я я ныряю не за рыбой я ныряю для души спиннингисты троллингисты ловят рыбу тут и там но я опять промазал упреждение не дал и ушла она виляя симпатично мне хвостом ладно дуся поныряем может встретимся потом где воды прячут бури где глубины до дури плыву во второй шкуре и радуюсь захлёб подводные течения меняют направление а связь лишь через трубку на номер кислород пускай пустой куканчик не жалею и не грущу я доволен словно мальчик что пощупал красоту наконец отмыл я ноги от ненужной суеты я ныряю не за рыбой я ныряю для души где воды прячут бури где глубины до дури плыву во второй шкуре и радуюсь захлёб подводные течения меняют направление а связь лишь через трубку на номер кислород где воды прячут бури где глубины до дури плыву во второй шкуре и радуюсь захлёб подводные течения меняют направление а связь лишь через трубку на номер кислород на номер кислород на номер кислород вы на номер кислород так день мы пока едем сбрить усы вспомнил хорошо по дороге и причем хорошо что вспомнил не уже на берегу или в воде когда уже маска протекает а вспомнил вот когда еще едем остановились супермаркете на кассе продаются одноразовые бритвы купил и вот теперь брошу и пускай она всегда будет у меня в машине вот такая ситуация ну в общем уже поняли да что съемка идет с нескольких камер особенно внимательные зрители на китайской камере пишет дату время на gopro даты времени нет ну и сейчас давайте в принципе сравним звук звук будет то с одной камеры то с другой камеры звук голоса я думаю это такое дело давайте включим музычку на меня есть музычка на которую мне сам автор дал авторские права то есть разрешил я могу есть спокойно пользоваться дядя коля тебе спасибо и музычка причем такая для души так что послушаем музычку и посмотрим как звук пишут обе камеры я в дорожной сумке махну рукой на все дела поизвели стой дороги покидаю город впереди зовет блестит вода коснется небо край но она всегда и убежит за горизонт во фраке дня прямо я одеваю тело быть может мне сегодня повезет я верну на метр может быть и клуб ну и вот теперь опять же сравним съемку в темное время суток да когда действительно плохая видимость дело в том что у камеры gopro 3 с плюсом который у меня включена функция когда вот темно ей для того чтобы снимать она замедляет количество кадров то есть уже не 30 кадров в секунду да там отделы гораздо меньше лишь не 60 кадров в секунду меньше поэтому а у нас здесь что-то перерыли вот ребята вот так вот нас поставили да он придется как-то выезжать другой дорогой искать в принципе да ну вот так вот в общем снимают обе камеры вот добавляю чуть-чуть света добавляю еще света ну вот так в принципе пока все нажимаем на паузу поехали дальше возвращаемся здесь дорогу перерыли можешь показать что у нас тут вот такие вещи пока все в общем приехали мы на речку южный бух добрались таки ситуация смотрите какая прошлый раз мы охотились на этом же месте было огромное течение вот вот это видео в углу на этом же месте мы были огромное течение вода была сашка ну опусти сюда вот так вода была вот здесь вот да вот вот здесь вот вода была я покажу вот она была вот здесь вот этот вот этот камешек был в воде даже то сейчас смотрите вода где аж вот начинается водичка вот где я показываю фонарем вот сейчас водичка начинается сейчас я посчитаю сколько метров 11 метров вода ушла представляете на свети фонарем 11 метров вода ушла то есть теоретически течение сейчас должно быть вообще минимальным мы сегодня сашиком проезжали по плотине выше чуть-чуть я хотел это снять но получилось так что когда мы ехали туда мы по добрым делам скажем так ездили ездили по делам в общем ехали туда через плотину воды вообще не было то есть течение минимальное камешки все там возле плотина голая я думаю ну сейчас поеду приедем сейчас через часика три-четыре приедем поеду на подводную охоту потому что течения нет вода класс стоит прозрачность должна шикарная быть и едем обратно включили турбину короче и ну реально вода валит бурлит я спрашиваю мужика который стоит охранника речет давно включили рида включили а дальше как будете сбрасывать не будете не знаю это звонок сверху сбрасывать то есть там по уровню воды это все то сейчас вот уровня воды наверное там нету турбины остановили и сейчас водичка должна быть просто шикарную но я думаю вот так вот как я смотрю на скидочку то метра два два с половиной должен быть прозрач плюс к тому же нет вот этого бешеного течения то есть нужно было ответить на звонок в общем пойдемте покажу что мы будем делать дальше тактику или стратегию охоты я выбрал следующее вот таким вот образом у меня на ружье располагается вот с этой стороны становись что ты видел с этой стороны у меня на ружье располагается камера вот защелкнул дальше гарпун и я снимаю то есть вот так вот таким вот образом точно таким же образом я сделал вторую китайскую камеру точно также и сюда потом щелк в это же крепление она идеально становится и продолжаю охотиться продолжаю охотиться то есть я поохочусь с одной камерой со второй камерой ну и вы сами увидите качество качество воды я буду стараться так ну допустим сейчас зайду воду включил один и тот же режим фонарями виду и на одинаковом расстоянии поснимать щучку допустим там вот полметра я к щуке подойду и поснимаю я одной камерой полметра потом второй камерой ну в смысле уже может быть другую щуку конечно же она меня ждать не будет но тем не менее вот на каком расстоянии как камера фокусируется если здесь постоянный фокус работает ли он так не будет ли вот этих знаете пережимом как но была у меня камера сонька она постоянно жевала вот пока сфокусируется некоторое время жевала то у гопро постоянный фокус нет никаких проблем в этой камере я не знаю я только сегодня зарядил включил и вот сейчас мы снимали ей то что вы видели до этого ну и сегодня поснимаем под водой в принципе все переодеваюсь и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Сколько камера GoPro продержалась времени, не помню. Я потом это все сделаю в отдельном видео. Вылез на берег, поставил камеру вторую. Китайскую эту. Залез опять. Камера села. Опять вышел на берег, поставил опять GoPro. У меня есть запасной аккумулятор. Поставил. И опять пошел. Опять она села. И вот я шел домой. Ну уже сверху по течению просто сплавлялся. Минут 15. То есть забрел я действительно так хорошо. Наверное туда метров с 800 вверх поднялся. Потому что минут 15 я сплавлялся. Течения уже меньше. Сплавлялся. И вот он подарок такой. Щучка в конце. Сейчас мы ее Узвесим. Потому как мне самому интересно. Я думаю, что это где-то 1,8 кг должна быть. Вот она сама прям Не, ребята. Если честно, то 2,200. Нет. 2,2. Вот вредная. Не 2,200. 2,5 получается тогда. Эээ. Но не люблю слисть-то. Вот. Вот так. Тихо, 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 родная. 2,400. Вот так вот. Покажи. Что, а свет, а ты говори, что ты как глухонемой мальчик показываешь. Скажи, что свет мешает. Ну, короче. 2,400 получается. Вот такой щупарик. Я думал, что до 1,800 до 2. Ну, чуть-чуть больше, в общем. Как бы теперь ее снять, чтобы не зацепить, чтобы вот эту штуку, как она называется. В общем, слисть ее. Не люблю я. У меня нервное на это все дело. В общем, как-то так, ребята. Вот Саньку сейчас агитирую. Покупать костюм, потому что он ездит на подводной охоте со мной, постоянно мерзнет. Я говорю, Саша, в воде намного теплее. На улице, сейчас вот я одевался, минус 5 компьютер показывал. Он стоит, дрожит, я говорю, а в воде плюс 2. Поэтому в воде теплее. Плавать в костюме. Ну, я в пятерке плаваю. Есть мысль заказать потолще что-то, хотя бы семерочку. Ну, пока в пятерке мне нормально. То есть, самое главное, чтобы руки и ноги были в тепле. То есть, у меня здесь девятка. Рукавицы, трехпалые краги. Ну, и уже, так чувствую, нужно одевать фантомаску на мордник вот эту. Потому что в лицо тоже очень холодно. А, в принципе, в пятерке я еще буду плавать. Она у меня, ну, чуть-чуть присела, конечно. Но на следующий год она уже будет не пятерка, уже будет тройка. Поэтому в следующий год я уже в ней не выдержу. Зимой, скорее всего. Ну, вот сейчас минус 5 на улице. В воде, ну, мне комфортно. То есть, у меня тут еще подкожное какое-то ление есть. Поэтому мне как бы... А Саша, вот чувствуете камеру как-то ление? Я прям вижу, как у него камера мандражирует. В принципе, все, ребята. Пока-пока. Увидимся. Продолжение следует...